Делегация Бобруск-Агромаш с деловым визитом посещает Исламскую Республику Пакистан. Основное внимание дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества с акцентом на практические шаги по развитию торгово-экономического взаимодействия. Во время переговоров генеральный директор презентовал холдинг, а также модельный ряд выпускаемой техники. Нотариусы Беларуси проведут республиканскую благотворительную акцию 29 ноября. Такой жест будет приурочен ко Дню юриста. В течение рабочего дня жители и гости страны смогут получить бесплатную консультацию по вопросам оформления наследственных прав, доверенностей, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и других. Проведение таких мероприятий во время государственных праздников стало традиционным для юридического сообщества. В Минздраве поделились прогнозами по росту заболеваемости респираторными инфекциями. По сообщениям, пик ожидается с конца января по начало февраля. Медики рекомендуют населению привиться против вируса гриппа. Сегодня укол здоровья получили уже более миллиона человек. Массовая кампания иммунизации завершится к 1 декабря. Среди людей, для которых вакцинация наиболее важна – дети от 6 месяцев до 3 лет, взрослые с хроническими заболеваниями, люди старше 65 – беременные женщины. В Бобруйский районе проходит форум молодежи «Село территория развития». Он объединяет около 100 молодых работников агропромышленного комплекса и социальной сферы. В маршруте участников – экскурсия в Бобруйской крепости, посещение музея под открытым небом синагога, возложение цветов в братской могиле воинов Красной армии и могиле внучки Александра Пушкина. По итогам дня будет принята резолюция. Под Бобруйском на Р-43 завершаются работы по реконструкции моста через Березину. Специалисты предприятия осуществляют технический надзор в рамках реализации крупного инфраструктурного проекта. Ремонт объекта ведется с ноября 2021 года и находится на финишной прямой. Движение транспорта открыто в обоих направлениях.